Горнолыжные трассы, завораживающая природа, вкусная еда – это то, что привлекает не только туристов, но и местных жителей. В Заполярье немало мест, где можно зарядиться энергией севера и заняться активным отдыхом. В одном из них побывала наша съемочная группа. Заснеженные склоны, пушистые ели и сосны – уютные домики. Не просто радуют глаз, но и создают подходящую атмосферу для качественного отдыха. Здесь есть все для того, чтобы забыть сует у города и зарядиться энергией на всю рабочую неделю. Благодаря искусственному оснижению, открыть сезон катания на сноуборде или лыжах здесь можно уже сейчас. Открылись мы в этом году 30 октября. То есть это даже у нас рекорд, так рано принять сюда спортсменов отдыхающих. Благодаря искусственному оснижению? Благодаря искусственному оснижению, да. То есть, ну вот вы видите, наверное, выше вот, если посмотреть, стоят, вот пушка там, установки снежные. Прокатиться с ветерком можно на нескольких трассах разной сложности. В центральной части горнолыжного комплекса расположен основной северный склон. Он пользуется особой популярностью среди гостей. Вообще, как часто приезжаете? Нравится он здесь? Ну да, вполне себе. Стараемся, наверное, как бы. Для тех, кто еще не обзавелся собственным снаряжением или не хочет его везти с собой, работает прокатный центр. Мы берем размер ботинок, подгоняем по росту лыжи и дальше смотрим, потому что настраивать на каждый размер ботинок надо обязательно. В Салме будет интересно не только опытным спортсменам, но и новичкам. Тем, кто с лыжами еще на ВЫ, поможет профессиональный инструктор. Последний раз я вставала на лыжи в школе и то не умела. Разумеется, с тех пор, как пользоваться всем этим, я уже не помню. Хорошо, что здесь есть инструктор Роман, который мне поможет сейчас вспомнить базу. Для начала вспомним основную стойку горнолыжника. Так, хорошо. Колени согнуты, боли лежат на язычке ботинка. Где тело подано вперед. Вот толкнулись и вот и стойки. Ой, страшно. После хорошей тренировки на свежем воздухе просыпается аппетит. Насладиться вкусной едой здесь можно как в кафе, так и в ресторане. Каждый год комплекс совершенствуется. Например, к Новому году здесь для любителей приключений и ценителей природной красоты планируют открыть глэмпинг с чумом и очагом. Есть энтузиасты, которые там в новогоднюю ночь поднимаются, там хоровод вокруг елки делают. Правда? Да, у нас это уже определенная традиция. И к нам иногда приезжают космонавты из отряда космонавтов сюда отдыхать, покататься на лыжах. И некоторые из них в качестве тренировки делают там ночевки, строят себе иглу, то есть снежный домик и ночуют там вот наверху. Несмотря на пандемию, туристов здесь меньше не становится. В будущем надо расширяться. В планах построить гостиничные домики и подъемники на юго-западном склоне. Элина Шагенова, Борис Савельев, ТВ21+.